Рост цен на продукты, очередной скачок доллара и миллиардные потери на экспорте. Все это может произойти, если аграрии Украины останутся без удобрений. Предпосылки для этого есть. Украинские производители минудобрений простаивают. Сегодня в Черкассах несколько тысяч работников предприятия «Азот» вышли на акцию протеста. Причина? На предприятии прекратили подачу газа. Чего требуют протестующие и слышат ли их во власти? Материал наших корреспондентов. Черкасский «Азот» – один из крупнейших производителей минеральных удобрений. Полторы тысячи сотрудников сегодня вышли на центральную площадь города с акцией протеста. Говорят, зарплату не получают уже два месяца. Катастрофы в полной. Гошей не платят. Стоит производство, гроблят производство. Я не знаю, как. Это, что говорят, что коллапс – это настоящий коллапс. Если они почуют сегодня, то завтра можно собираться, и ходить на Киеве. Производство остановилось из-за отсутствия газа. Его поставки прекратились в начале марта. В такой же ситуации не только черкасский, но и ривненский, и северодонецкий «Азоты». Это причем третья остановка за последние полгода. Мы запускаемся, нас останавливают. Все эти деньги, которые должны были, вроде бы, как идти на закупку украинских удобрений, они идут на закупку российских удобрений. Сегодня на рынке удобрений идет нечестная борьба, говорят национальные производители. Они несут колоссальные убытки. Выходом может стать введение антидемпинговых пошлин на импортные удобрения. Российские минеральные удобрения на сегодняшний день имеют возможность в цене. Очень выгодно выглядеть перед сельхозпокупателями нашими. И это делается для того, чтобы остановить весь украинский химбром. Черкасский «Азот» – это не только рабочие места, более чем для 4 тысяч человек. За счет предприятия фактически живет и город, который в виде налогов получает средства в местный бюджет. Мы, как были на стороне проживающих, мы так и будем защищать. Это не только местоположное предприятие, это предприятие, которое важно для экономики всей области, и в многих случаях для всей Украины. Из-за простой химбредприятия дефицит удобрений на украинском рынке составляет уже более 30%. Федерации работодателей Украины приводят шокирующие цифры. Государство может потерять около 2,5 миллиардов долларов экспортной выручки и миллиарды в сельском хозяйстве. У аграриев осталось не так много времени, чтобы успеть внести удобрения. Посевная в этом году началась раньше обычного. И последний срок – до конца апреля. Если сельхозпроизводитель не получит необходимые минеральные удобрения, то урожай этого года будет очень низким. А это и налоги, это и поступления в городские бюджеты, в областные бюджеты, а также валютные поступления в страну. В оппозиционном блоке говорят о целенаправленном уничтожении химической отрасли. Можу сьогодні впевнено сказать, что то, что произошло, можно оценивать, как святые действия международной комиссии с вопросами международной торговли и Укртрансгаза по уничтожению украинской химической промысловости. Во время акции участники приняли обращение к руководителям страны и главам силовых структур и предупредили, если в ближайшие дни подача газа не возобновится, митинговать будут уже в Киеве. Андрей Кровец, Елена Брынзова, Димир Кувакин. Подробности телеканал Интер Черкассы. Из России в Украину за последние три года завезли почти 2,5 миллиона тонн минеральных удобрений, а из украинского кармана в российский, не без помощи Народного фронта, партия экс-премьера Яценюка ушло около полумиллиарда долларов. Напомню, еще в 2014, когда у наших производителей удобрений начались проблемы из-за роста цены на газ, правительство Яценюка решило закупать карбамид и аммиачную селитру именно у российского Еврохима. Мы не раз рассказывали в подробностях, как благодаря такому сотрудничеству живет припеваючи эта российская компания. Ее владелец Андрей Мельниченко не покидает первых строк в списке миллиардеров российского Форбса. Его яхта «Белая жемчужина», к примеру, самая длинная в мире. Кстати, деньги Еврохим получает и от российского Минобороны. Ведомства закупают селитру для производства пороха. Несмотря на это, Украина продолжает сотрудничество с компанией, которая имеет столь сомнительную репутацию. КОНЕЦ